Москва, минус 24. Пробираемся сквозь лёд и снег Москва-Сити. Сибирские морозы пришли в Москву, но это не мешает речному трамвайчику путешествовать по замёрзшей реке. За бортом минус 24. Сибирские морозы В Москве меньше года назад. На двух маршрутов. Тройка на 90 и на год горит. Ух, лютый морозик. Посадка на Жужу. В салоне тепло. В салоне вполне новогоднее. Всё. Суда сделано в Санкт-Петербурге. Весит 50 тонн. Самым первым кораблём стала «Синичка», названная так в честь одной из российских московских рек. И на одной зарядке аккумулятора они могут пройти 150 км. Что составляет более 10 маршрутов на севере Москвы. Есть также южный маршрут в Печатниках. Электросуда или речные трамвайчики делаются на Санкт-Петербургской верфи. Той самой приёмницы ещё петровских времён. 16 тонн специальной морской стали плавучей и устойчивой к погодным условиям свариваются лазером. Корпус получается лёгким и прочным, позволяющим проламывать лёд толщиной до 20 сантиметров. 20 сантиметров. Но есть в Москве два ледокола, которые сейчас работают. И лёд уже больше 30 сантиметров. И каждое утро его приходится разламывать. Хотя все кораблики, которые ходят сейчас по Москве-реке, они ледового класса. Первая была Синичка. Сзади появились Филька, Ситунь, Пресня, Всходня, Раменка, Яуза, Неглинка, Жужа, флагманский корабль. Москва-река, разумеется. Летом здесь бум. Но мне кажется, что сейчас, зимой, когда на Москве лёд, намного интереснее прокатиться на речном трамвайчике. Регулярное пассажирское речное сообщение в Москве открылось ещё в 1858 году. Когда на корабле, например, братьев Окуневых можно было путешествовать за 5-10 копеек от Воробьёвых гор до Болотной площади, в Дорогомилово, с Москворецкого моста, в Николу-Угрежский и Симоновский монастыри. Конечно, можно сказать, что всё новое – это переосмысленное, экологичное и современное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Лёд 30 сантиметров. Утром пускали ледокол. Но трамвайчики ходят. Трамвайчики ходят. Москва, река Парит, как вы видите. Мэр Собянин открывал как раз-таки на Жужи проект электрических речных трамвайчиков. Прямо по курсу Арбат. Арбата не так уже отсюда далеко. Мы плавно перемещаемся к дому правительства в Пресне. Все эти кораблики называются в честь московских речек. И мы выкидаем до правительства. А вот кораблик, построенный в Риге. Называется он «Баттерфляй». Смотрите, лёд разламывается и сразу за льдом начинается просто какой-то пар. Невероятно. Москва сегодня особенно красива. Москва всегда красива. Но сейчас Москва претендует на то, чтобы быть первой мировой столицей, первым мегаполисом по внедрению новых технологий. 15 тысяч пассажиров в день. И это средство передвижения, а не прогулочный транспорт. Можно насладиться видами столицы, что дорогого стоит. За 150 рублей. Детям до 7 лет бесплатно. Таким образом, будущее уже здесь. И, конечно, хотелось бы, чтобы такие кораблики были не только в Москве, столице России, но и во всем мире, в Европе. На Рейне, на Темзе, на Сеню. Где до сих пор ходят какие-то старые корыбы. На небезопасных, не экологичных, не зеленых дизельных двигателях. Эти судна в Москве заменяют обычный городской транспорт. Метро 21 метр в длину, ширина 6,2 метра, водоизмещение 40 тонн. На борт принимают тоже 40 пассажиров. Скорость 22 километра в час, но мы шли, наверное, на скорости 3 угла. И вот так вот движется Жужа, ломая лед. Двигаться мы будем, наверное, минут на 10 с опозданием. Потому что Жужа все-таки ломает лед. Фактура льда. Из сердца страны снега и льда. Питевая вода. Здесь есть все. Приходите чуть пораньше до посадки, потому что здесь 40 мест. Два кораблика, вмерзшие в лед на сити-экспоцентр. Чижик и Маэстро. Москал, который, наверное, слыкс. Вот наш товарищ по этому нелегкому речному путешествию называется Синичка. В Москве есть и такая река Синичка. Синичка ушла. Да. Покидаем Жужу. Куча пассажиров. Заняло где-то полчаса. Ну и замечательно. И прямо вот сюда. В общем, самые теплые впечатления от зимней Жужи. Москва-Сити. Это отдельный абсолютно разговор. Прощаемся с десятиприимным. Жужи, ставьте лайки, нажимайте колокольчики. Канал Матлайф. Жужи, ради вас, дорогие друзья. С Новым годом еще раз.